привет танкисты и танкистки хочу сказать что сегодня в танках онлайн произошло величайшее событие этого события все неимоверно долго ждали просто я не знаю даже как сказать вы будете в восторге нет блять сегодня не отмена ёбаного ребаланса и нихуя не отменили релиз 123 нет но но сегодня но сегодня ввели охуеть какие долгожданные тени под танком ебать чё я пищу поспорку с несблять пыль из-под гусениц ёбаный пыль блять это пыль ящу пыль 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 блять пыль ёбаный блять пыль джигурда пыль только непонятно когда еду по асфальту какого хуя пыль из-под гусениц Пыль, блядь, пыль Пылище, ебать, несите пылесос, блядь, пылесос несите, сука Пыль, ёб твою мать, пыль, охуеть, несите пыль, блядь Ой, пыль, ой, сука, совок и веник, нахуй, подметать, убираться будем Блядь, пыль Хочу сказать, что если бы игре исполнилось 10 лет, то наличие пыли было бы понятно То есть, как бы, песок сыпется, игра старая, то есть, пердявая Но игра-то, блядь, не старая, игра-то пиздатая Если не релиз и ребаланс, было бы все охуенно в игре Действительно было бы очень охуенно, если бы не релиз Действительно, блядь, графика меня устраивает То есть, устранили какие-то лаги и недочеты Убрали тормоза при динамических тенях То есть, раньше у меня жутко тормозила игра с динамическими тенями И фпс падал до 27, как сейчас Но я сейчас записываю фрапсом и у меня даже не тормозит Но это, походу, потому что народу на сервере на самом деле мало Но, блядь, у меня пыль, блядь, у меня пыль из-под гусениц Ёб твою мать Несите пылесос, будем пыль сосать Блядь, нести веник, будем убираться Охуеть А может быть это я такой старый, что из меня просто песок сыпется, а? Мне все-таки 30 лет, я же не мальчик Может из меня уже песок сыпется, ёб твою мать Нет, нихуя Это пыль или это дым из танка Давайте показуем, упрям всю стенку и посмотрим, будет ли пыль Блядь, нет Ай, сука пизда пыль пыль ура чуваки пыль ебать я рад я рад охуенно это круче чем отмена релиза и баланса это вообще-то великолепно я считаю что вот вот это в первую очередь и нужно было делать для игроков пыль это самое лучшее что можно было сделать я считаю что лучше чем пыль нету ничего потому что пыль это это самое крутое потому что это блять это вершина графики я считаю что direct x11 надо ставить как минимум потому что ну блять пыль это шикарно просто я считаю это охуенно великолепно и ну блять это 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 замечательно я думаю что вот я написал битва только для воспареля но почему-то люди не понимают и надевают сюда всякие рикошеты прочее говно хотя нет рикошет ну да рикошет говно потому что старый рикошет был реально пиздат поистине было круто но сейчас сейчас рикошет урезали поэтому он хуйня но пыль пыль это самое радостное событие за последние несколько лет то есть круче круче чем пыль блять я не знаю круче чем пыль только только gold стоимостью 100 тысяч варбаксов и я хуй знает а это пыль это пыль чувачок это пыль сука пидор сбил релю козел ты ебать я тебе мохнарылова катал шатал вах юбать копать сука умри по там шавка ой блять камера где не повернулся сука умри сука тварь нет а падла к алексей с вот этот человек который который был уже я не помню маршалом или он был генералом момент когда я был только еще мастер сержантом мы с ним давно знакомы очень по сайту по одному стороннему для сайт для общения вот умри сука вот тоже мой знакомый редко играет танки его несколько аккаунтов тоже ветеран танков онлайн как я старичок вот есть есть люди которые которые действительно такие как я заходим иногда покататься вспомнить молодость так сказать умри крыс стреляет еще у меня тварь ах ты куда поехала курица драна я мастер рели я король как там блять как дикаприо пиздел пока не бутонул блять пизда это сушеная как же он там блять я король нью-йорка нет хочу король блять король король говна пароль блять хуй узнает на теслу сука как так как так как блять как ёб твою мать пошел ты нахуй пошел ты нахуй все сдохни тварь я буду блять всех имел ввиду шикарно блять это пыль чуваки пацанчик это рэпчик блять ну и опять проснул а чё все свалили ибо чуваки это рэпчик это пыль блять из-под топок были из-под топота копыт пыль до неба летит ах не забыл раскачку сделать сука проебал вот что значит отсутствует навык навык нет как навык навык есть блять что значит отсутствует тренировки то есть совершенно не играю не тренируюсь поэтому ах ты тварь я же написал только вас парили этот пизда приехал сюда ах ты джигурда ебучий он приехал сюда еще смог и еще крит пизда 1 вот крыса ладно будем сбивать ему смогу не проблема его с равномерно мамонте блять говно корпусе для петушков задел я его но не добил странно урили больше уровня дистанция походу мимо чухнул ебать пыль это так красиво это так круто блять это круче чем в кризисе третьем графа есть хлоп готов мамонт сдох собака серая это круче чем третьем крае сеграфа реально то есть тут вообще блять вот дерет их с 11 наставить и просто вообще кайфовать тут блять шикарно просто вообще великолепно ебать на если говорить серьезно ребята без всякой дури то без дурать без дурачество то конечно же ох блять не получилось криво слишком большая скорость сейчас у вас пика для раскачек а если горит серьезно то если бы конечно убрали все эти релизы и балансы до но с этой с новой графикой это было великолепно единственное что пыль выдавала бы конечно местоположение противника она бы выдавала допустим на кланварах был бы не очень на самом деле удобно играть но тем не менее тем не менее все равно графика смотрится очень даже симпатично несмотря на свою мультяшность блять попал сука под мамонта ёбаный слон пидорас ёб твою как ой вот что значит отсутствие практики долгий если бы на самом деле не релиз и не ребаланс был вообще великолепно то есть графика отличная я считаю пусть она мультяшник не уже привык и она мне даже нравится по большому счету вот ну пыль из-под гусеницы не сказать что это какое-то супер пизда нововведение но смотрится это все-таки симпатично все равно то есть как бы это смотрится очень даже хорошо считаю что мы считаем что танки онлайн они идут правильной дорогой в плане графики то есть не слушали нас в плане того что мы говорили что да это хуйня мультяшная графика полностью ебично на самом деле оказались правы это мультяшная графика очень симпатично смотрится и даже пыль это все очень красиво но огромный минус это конечно релиз и ребаланса за которого то есть такие ветераны и игроки как алексей с там вот здесь катается даже я вот такие игроки мы не играем именно из-за релиза и баланса только только из-за этого мы ушли из игры но разработчикам не разработчикам даже маркетологам разработчиков большому счету они действительно не несут какой-то вины за это за все большой на самом деле мы по большей части виноват мы блять пищу на самом деле по большей части виноваты маркетологи в этом во всем вот мы с ним на ухты приз 5 кристаллов охуеть на самом деле что я хочу сказать на самом деле все все в принципе правильно если бы мне вот эти вот два нуба введения релиза и баланс как я уже говорил то все было бы великолепно то есть я бы играл в эту игру и не переходил бы в другие онлайн игры в частности варфейс вот я бы играл здесь и вливал бы сюда денежку они не в ту игру но в той игре нет никаких ребалансов там как бы гарантированно что не будет никакого обнуления дичайшего как здесь пол гаража срезали то есть там не будет такого поэтому выгоднее конечно денежку кидать туда хотя хотя то та игра это не танки и атмосфера там другая и общение там нету и мне здесь нравилось здесь реально был как бы был здесь было что-то похожее на киберспорт на самом деле когда я был в клане действительно мне очень нравилось и довольно сильно очень сильно довольно таки клан был очень хорошо было играть было очень интересно и без клана и в клане и в команде по редколу было очень классно но сейчас к сожалению к сожалению ничего не осталось из того что было раньше вот единственное что что греет душу это то что еще встречаются старые знакомые как я уже сказал вот они например но это опять же большая редкость то есть заходя периодически там раз несколько дней я наблюдаю все меньше и меньше своих знакомых некоторых я уже вообще потерял знакомых они просто уже не заходят танки и где-то я бывает встречаю их там на каких-то сайтах для общения сайты для взрослых сайта и так далее то есть какие-то соц сети для взрослых я их встречаю привет привет нам не играешь нет ну вот такие вот дела жаль очень жаль и хотелось бы очень чтобы на самом деле дошло это как-то до маркетологов чтобы они как-то я не знаю убрали эти дичайшие цены чтобы мы могли вернуть свои гаражи то есть я не знаю ну добавьте нам у вас же наверняка есть старые базы ребята вот я желаю чтобы кто-то из маркетологов меня сейчас услышал у вас есть старые базы посмотрите сколько у нас чего было просто верните нам сумму кристаллов на которые мы могли бы вернуть старые гаражи блять ну я понимаю ваша бодает вы хотите чтобы мы донатили хорошо блять я согласен да другие тоже наверняка будут согласны до донатить докинуть до прежнего своего гаража бабла блять наверните хотя бы старые ттх пушек корпусов красок блять но хотя бы вот это верните и мы снова в донатим на своих гаражи обрезанные чтобы они снова были полный но просто верните старые ттх корпусов пушек красок не вот это медленную хуйню которая сейчас происходит то что сейчас на бешеной табуретке катался который летает со скоростью пули это еще ни о чем не говорит то есть она и переворачивается как сука на ней и дуэль не сыграешь потому что она держит выстрел рельсы то есть васпик держит выстрел рели поэтому воспарили формат умер к сожалению я очень любил воспарили то есть я когда наигрался в клане когда уже как бы особо не грабил никого скучно уже было играть я тупо часто играл воспарили меня это большой фан был на самом деле то есть я ловил кайф даже даже когда были поражения в этом формате воспарили но я все равно получал удовольствие просто хотя бы от хорошей интересной игры в любом случае я говорю что старые ттх корпусов пушек они были индия идеально практически идеально сбалансированы то есть там было чуть-чуть и небольшое отклонение в сторону как бы рикошета он чуть чуть сильнее нагибал чуть-чуть там может быть но для того чтобы он чуть чуть сильнее нагибал требовалось большое мастерство требовалось реально очень хорошо уметь им играть потому что я помню очень долго не пересаживался на рикошет но когда она потому что я на громе хорошо реководов обыгрывал то есть очень хорошо даже опытного рековода мне составляло совершенно никакого труда просто обыграть сухую практически сухую на громе на любой практической карте там на практически любой допустим на карте плата там рикошет у меня просто отдыхал и нагрой ему кататься по всей карте рикошет вырез под собой практически не успевал не мог меня не попасть никто даже опытные игроки то есть вот о чем я хочу сказать чтобы играть рикошетом требовалось большие умения чтобы им хорошо играть но тем не менее рикошет очень сильно порезали к сожалению я больше уверен что ему добавят мощности и все но понимаете ребята маркетологи то там разработчики вы соберитесь компании подумайте ведь мы старые игроки не играем вам то конечно у нас похуй но но нам не похуй привыкли к игре мы прикипели нам нам интересно играть мы хотим играть но мы не можем так как и вы изнасиловали пушки корпуса краски вы перелохматили все ттх и с этим невозможно смириться я поэтому не играю то есть я не на нет у меня сейчас ни одного корпуса на котором хотелось бы играть в действительности то есть все не то нет универсального корпуса которым когда-то был викинг на котором я мог запросто обыграть мамонта даже если мамонт под наркой я мог даже вырубить нару и мамонта я запросто мог обыграть чисто на классе чисто на мастерстве к примеру хотя мамонта как вы говорите мамонт крепость базара нет крепость если у танкистов приблизительно одинаковый скилл но если ты очень скилловый игрок а против себя довольно нубский чел на мамонте то хоть трижды будь у него нара все равно ты его обкатаешь на том же самом викинге понимаете раньше были действительно классные характеристики четко продуманные сейчас же совершенно полнейший бред просто с потолка взятые резисты в красках переначенные перелопаченные я наверняка я догадываюсь что вы наверняка осознали свою ошибку уже но как говорится шаг назад вы не можете сделать потому что это будет выглядеть в глазах игроков как вот они сдаются все прекрасно всем понятно и понятно что приток доната у вас меньше все прочее вы не хотите просто сделать шаг навстречу игрокам тем не менее желаю в данный момент я буду желать не игрокам побед на полях сражения пожелаю разработчикам маркетологам этой игры побольше блять мозгов и поменьше блять подобных нововведений которые вы уже вводили подумайте блять десять раз прежде чем совать свои руки нахуй в пиздатую игру блять кто-то какой-то блять жирный еврей сука сунул свои руки погрел блять и испортил нам игру вот действительно я понимаю жизни жизни совершенно можно забросить эту игру и заниматься совершенно другими делами но просто для многих людей эта игра это не просто была игра это было место для общения место для встреч для взрослых для таких людей как я ведь на взрослых в этой игре 30 процентов было 30 процентов вы представляете себе 30 процентов взрослых людей нашли здесь своих интернет товарищей из разных городов уголков страны да и страны снг славянских братьев своих мы нашли украинцев белорусов мы общались как как будто мы рядом друг с другом мы чувствовали что мы один народ мы чувствовали себя единым народом потому что нам было интересно мы сражались бок о бок и вообще это было классно но сейчас к сожалению мы не играем вынуждены уйти как говорится из танков обидно обидно так что думайте в следующий раз прежде чем накосячить как вы накосячили с ребалансом как вы накосячили с релизом 123 за это действительно нужно блять увольнять и пинка под жопу давать за такую хуйню вот просто из-за вас страдают действительно люди игроки из-за вас страдает сама игра потому что допустим мои знакомые точно не пойдут в эту игру лично я им от советую к примеру да уже от советовал давным-давно между прочим так что не думайте вот пожалуйста если хотите посмотрите сегодня одна битва для хай-левелов и куча битв для нубов нет хай-левелов в игре тупо нету вот ребята смотрите нет хай-левелов никого старичков раз-два и общался в чате тоже никого старичков нет вообще все тишина тихо и никого нет вот так обидно в общем желаю чтобы в игре появились думающие люди имея ввиду руководство игры маркетологи я не знаю там кто еще отвечает за все за это за за финансовую схему игры желаю что появились думающие люди думающие не только о своих кошельках но еще об игроках вот и поэтому я желаю игре развития успехов и хороших людей которые будут думать о нас я думаю сделают что-то в лучшую сторону для того чтобы мы старые игроки вновь вернулись в игру и играли на прежнем уровне доказывая что киберспорт все-таки существует и что вполне возможен в танках потому что кроме как контр страйк и варкрафт больше киберспорта нет в танках онлайн киберспорт призрачен поэтому если мы вернемся старые игреки возродим кланы я думаю мы сможем поднять именно этот самый киберспорт танковый на нужный уровень когда будет вновь интересно его смотреть захочется зайти на лиф на лайв канал и посмотреть там какой-то очередной бой сейчас абсолютно не хочется посещать лайв канал смотреть киберспортивные бои потому что это не спорт это катание улиток не знаю это ползание черепах ни в коем случае не киберспорт с такими тх корпусов пушек красок без красок не знаю все равно форматы не те все не то то есть все кривое через жопу хватит думать о своих кошельках вы и так уже набили свои карманы давайте подумайте о простых игроках мы вот отплатим деньгами мы вам ответим деньгами отмените и блять и ребаланс оставьте ебаные цены прежние мы додонатим я вам базарю лично я блять докину денег чтобы купить то что у меня было раньше как ни нахуй не была нужна и зида так и в этот раз покупать не буду на остальное я скуплю практически все за исключением самых хуевых красок снова за реальные бабки только отмените ебаный ребаланс вот эти ттх верните на старый уровень чтобы снова рельса убивала вас пик с одного выстрела чтобы у вас пика снова было 7 километров в час или семь с половиной ешь не помню сколько 7 меня было вот верните на старый уровень все это и все мы будем рады мы будем довольны и снова будем платить деньги вам но я думаю что это не только мое мнение я даже в этом уверен это мнение большинства взрослых игроков я подчеркиваю большинство взрослых которые уже имеют опыт игры в танке онлайн да мы качали бесплатно мультов своих потому что мы уже знали схему как можно хорошо с новичка качнуть но станут с нынешним не ростом фондов это будет сделать сложный поэтому будем донатить главное верните верните до ребалансные ттх корпусов пушек и красок деньгах вам беспокоиться не придется больше чем уверен вы будете получать хороший донат в общем то я сказал на сегодня все что хотел я думаю что это видео будет размещено в контакте в группе рутанк регистрируйтесь в этой группе подписывайтесь на мой канал кому не безразлично то что я сказал ставьте лайк под видео непременно поставьте это будет оценкой так сказать моих трудов я пойму что не зря это все снимаю говорю подписывайтесь на канал так как на канале будут постоянно выходить очередные видео обзоры мои видео блоге если бы это можно так назвать конечно вот какие то может быть гайды я не знаю не только на танке онлайн у меня есть на канале плейлисты с другими играми онлайн я думаю если вы посмотрите вам понравится потому что потому что я шикарен и пиздат я не могу не нравится и меня вы меня обязаны любить я ваш я ваш сука гору блять целуйте меня нежно в пятки и обнимайте и ласкайте ладно ребята всем всем привет пыль под гусеницами смотрится и правда симпатично довольно таки правда после после двух минут игры на самом деле на нее уже не обращаешь никакого внимания но тем не менее когда ты на карте один катаешься делайте них это выглядит довольно приятно с вами был рома 9 7 пока